Радуйтесь православные! И мы снова с вами встречаемся на площадке Русской Конописной Школы, чтобы поговорить о святых Русской Православной Церкви. Сегодня, 19 января, Церковь празднует Великий Праздник Крещения Господня. И здесь я давайте для начала просто зачитаю. Богоявлением называется праздник потому, что при крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица. И Бог Отец глаголил с небес о Сыне, Сын крестился от Святого Претечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. И с древних времен этот праздник назывался Днем Просвещения и Праздником Светов, потому что Бог есть Свет и явился просветить сидящих во тьме и сеней смертней. И отсюда, кстати, понятно, почему в древности отождествлялось и Рождество, и Богоявление. То есть Рождество – это явление Бога в мир, то есть воплощение Его. Он всегда был, но, как выразительно было сказано, не переставая быть тем, кем Он был, Он стал тем, кем Он не был. И выход на проповедь тоже после Святого Крещения. И в Древней Церкви был обычай крестить оглашенных в наверечении Богоявления. Это к вопросу о корнях той традиции, что обязательно нужно окунуться. Когда мы уже настолько великую дистанцию между собой и Древней Церковью имеем, что иной раз мы, ну, если угодно, уклоняемся в некий карго-культ. Что вот надо погружаться, нет времени объяснять – погружайся. Ну, погружали-то оглашенных, которые принимали крещение. Ну, и к тому же, действительно, это очень символично. Да, вот Господь крестился, и я начинаю свой путь как христианин вот в этот же день. Хорошо, весьма и символично, и здорово. Ну, и если нужна цитата из Святых Отцов, то, конечно, вот. Преподобный Иоанн Дамаскин говорил, что Господь крестился не потому, что сам имел нужду в очищении, но чтобы водами погребсти человеческий грех, исполнить закон, открыть таинство Святой Троицы и, наконец, осветить водное естество и подать нам образ и пример крещения. И здесь, опять, в качестве темы для размышлений, я вернусь вот к тому, что уже говорил на Рождество, что когда Господь рождается, Он рождается, чтобы осветить. Вот когда говорили мы о Рождестве, этот акцент я делал на всяком возрасте человека, да, что Господь не стесняется быть и младенцем, и отроком, и средовеком. Ну, то есть, он освещает все возрасты. Это такая скрытая полемика с греками, которых я уже не раз вспоминал, которые говорили, да ну ладно, ну смысл нам вникать, кто что делал там от нуля до десяти лет. Все мы делаем примерно одно и то же. Разбиваем коленки, разбиваем любимую мамину вазу, таскаем дедушку за бороду. Ну, ну зачем? Ну, равно как и там где-то после шестидесяти, семидесяти, мы тоже делаем примерно одно и то же. Вот христианство с этим полемизирует и говорит, что нет, Господь осветил все возрасты человека, все состояния человека. И вот на крещение следует продолжить эту мысль и сказать, что Господь также осветил и все мироздание. Да, то есть, он осветил водное естество, он осветил честный труд, когда вот он был плотником, профессию, которую он наследовал от приемного отца, да. Он, соответственно, с апостолами странствовал, он осветил профессию преподавателя, он... Ну, то есть, вот не только возрасты человека и состояние человека, но и весь мир, да, то есть, как вот святая земля, что вот здесь Господь ходил. Мы не можем сказать точно, да, то есть, знать бы, конечно, то с удовольствием мы бы с вами посетили, конечно, и дорогу, по которой святое семейство бежало в Египет. Если там сохранилась гостиница, то и в гостинице было бы неплохо там отслужить молебены, просто помолиться, просто постоять. И вот здесь, в качестве еще одной темы для размышления, я предложу вам довольно дерзкую, но очень интересную мысль. Про Грааль. Вот все ищут Грааль, в которой, ну, якобы чаша, в которую, якобы, собрали кровь Господа распятого, когда един от воин КПМ ребра его прободи. Но мне очень нравится такая христианская мысль, что, ну, конечно же, не все собрали, что, простите, истекало из раны. То есть, несколько капель, конечно, взяли, да, может быть, и действительно где-то была чаша, которую Господь использовал на Тайной вечере, в которую потом собрали кровь его, хотя, конечно, странно взять и унести из гостиницы, а мы помним, что это было арендованное помещение, и чашу фактически украсть, да, в нее собрать кровь, и главное, кто бы дерзнул потом причащаться. Но важно другое. Конечно же, не все прям вот идеально было собрано в чашу, и часть крови упала на землю. Об этом есть предание, что там было место погребения Адама, и череп в основании креста, это и аллегория смерти, и конкретное указание, что это вот праотец его останки, его грех был омыт кровью Христа. И таким образом, кстати, если кровь Господа упала на землю, то к чему я подвожу? Весь мир – это грааль. Поэтому, дорогие братья и сестры, поверьте. Мне вот очень нравится в нашу неспокойную эпоху, там, третья мировая, четвертая мировая, и все вот это вот. И мысль христианская о том, что весь мир – это грааль. То есть, Господь кровь пролил на землю, Господь был погребен в пещере, и, соответственно, вот Господь являлся еще в разных местах и вознесся тоже вполне себе конкретно. То есть, горы, и Господь осветил весь мир, и в том числе, ну, таким образом, всю землю. И получается, что весь наш мир неразрушим. Вот такое дерзкое богословское предположение. Шансы у нас есть, мир не разрушится, но мир преобразится. Поэтому с богоявлением, православные, радуйтесь. А на сегодня все. Возвращайтесь завтра, когда мы с вами поговорим о соборе святого Иоанна Предтечи. Храни вас Господь.